Космос все ближе. Школьник Егор Коморников, который выиграл грант на реализацию своего проекта через терник звездам, пообщался с космонавтами МКС. Пока общение проходило через посредника, через любительскую радиостанцию в Мордовии. Но время еще есть и до конца года связь с космосом будет организована уже напрямую из Ирбита. Сергей. Друзья, слышу вас лучше, как слышно меняют. Это, собственно, Алексей Овчинин, Алексей Николаевич Овчинин. Ну, связь такая прерывистая, но сейчас, я надеюсь, все будет в порядке. Радиолюбители из маленького уральского городка смогли задать вопросы космонавтам, которые в данный момент работают на орбите. Уникальность эксперимента в том, что передающие устройства находились в Мордовии, а говорили ребята из Ирбита. Егору Коморникову, его друг и коллега, радиолюбитель из города Рузаевка Дмитрий Пашков предложил помощь. Буквально за неделю наладили связь и собрали неравнодушных ребят. С космической станции общались два дня. Вопрос задавали ребята из Курска, Юго-Западного государственного университета и Ирбичане. В каком самом интересном, с вашей точки зрения, эксперименте вам приходилось участвовать? Эту конференцию нельзя считать реализацией нашего гранта. Грант будет реализован в конце ноября и состоится уже непосредственно еще одна конференция напрямую Ирбит МКС. Оба дня школьники транслировали свой эксперимент в режиме онлайн в социальные сети. Потом отчет в группе и через пару дней неожиданное сообщение из Москвы. Специалисты инновационного центра Сколково предложили помочь Егору в создании спутника, который будет запущен на орбиту. Это станет очередным этапом проекта. У Роскосмоса, другая организация, существует программа запуска студенческих спутников. Они делают это абсолютно бесплатно. То есть мы на свои деньги создаем спутник полностью здесь в орбите, а Роскосмос уже его запускает. Но, конечно, он не должен являться космическим мусором, он должен нести какую-то научную информацию. Сейчас этот проект находится на стадии написания технического задания, поэтому конкретно точно какую научную информацию он будет нести я не могу сказать, но это обязательно должно быть. В конце октября Егор отправится по приглашению в Москву. В течение недели будет общаться со специалистами Наукограда. О результатах поездки обещал рассказать в социальных сетях. На сегодня проект Егора, который реализуется в рамках Банка молодежных инициатив, пожалуй, самый фантастический, но, как оказалось, реализуемый. И поддерживает его практически вся страна. Анастасия Махнашина, Юлия Берсенёва, Владислав Бурулёв, Павел Тимофеев, НТС «Эрбит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова